В одном из муниципальных загородных лагерей «Романтик» завершилась пятая смена. Здесь побывали 20 мам и 27 детей с особенностями развития здоровья. С детьми работали педагоги, медики и ряд других специалистов. Об этом рассказывает наш корреспондент. Ой, смотри, играют! Дим! Дима! Кто из нас хоть раз не мечтал немного продлить лето и каникулы? Загородному оздоровительному лагерю «Романтик» удалось почти невозможное. Впервые в этом году 27 ребят с особенностями развития приехали сюда вместе с мамами на дополнительную пятую смену. Всего неделя, но такая счастливая и насыщенная событиями. Общение со сверстниками, игры на свежем воздухе, занятия спортом и музыкой, лепкое рисование и, конечно, новые успехи и яркие эмоции. Отличное впечатление. Вообще такая организация. Мы, конечно, ожидали, что будет хорошо, но не думали, что будет так замечательно. Нам все нравится, нам действительно удается и отдохнуть, и позаниматься спортом. Ну вообще просто мы продлили себе лето и получили кучу эмоций. Мы и наши дети. Проект «Пятая смена» совместно организовали Управление образования, администрации Твери и Тверской благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «Мама». Однажды его президент Галина Головина побывала на занятиях для особенных детей. Идея такого совместного времяпровождения в том, что не только дети, но в первую очередь их мамы получают возможность для отдыха и общения. Когда я увидела эффект от одного занятия, 30-минутного с ребенком, я просто сказала, что это должно быть у нас в Твери. Коммуникация в таком сообществе с мамой – это самая лучшая адаптация для всех. У нас для мам даже идет социализация. Идеальный вариант – это совместный досуг детей и родителей. При таком подходе дети обучаются по определенной программе, которая развивает самостоятельность, учит взаимодействовать и находить компромиссы. А мамы отвлекаются от забот и получают поддержку. Программа проводится впервые. И наша задача – увидеть те практики, которые действительно хороши для этой программы. И увидеть области для улучшения. Что нужно поправить, что добавить. И я думаю, что на сегодня мы можем сделать такие выводы. И, конечно, наша задача – найти все возможности для того, чтобы программу забюджетировать на следующий год. То, что все не зря, стало понятно практически сразу. Мальчик, который боялся громкой музыки, запел. Дети с аутизмом быстро стали командой и начали следовать общим правилам. Вот сегодня я, например, обнаружила, что у нас один мальчик пишет рассказы. Рассказ шикарный. А когда еще мы попросили его самостоятельно прочитать этот рассказ, просто в нем оказалось столько артистизма, столько души. В этом году проект «Пятая смена» поддержали представители власти и бизнеса, члены общественной палаты города Твери и Тверской области, а также неравнодушные тверичане. Задача на будущее – сделать такой отдых для мам и детей регулярным. Для этого в лагере «Романтик» прошел круглый стол по теме организации летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, на котором были обсуждены вопросы организации «Пятой смены» на следующий год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!